Добрый день. Да, меня зовут Щукин Владислав. Меня зовут Владислав Щукин. Я представляю компанию Huawei, команду, которая занимается разработкой алгоритмов помехоустойчивого кодирования. Вот поэтому сегодня я расскажу о некоторых задачах на графах. Возникают они из помехоустойчивого кодирования. И окончим вообще с происхождением и вот в конце уже сформулирую саму задачу. Вот, хорошо. Сначала напомню некоторое основное определение из теории кодирования. Для нас будет важное определение линейного кода. Так, вот по определению это просто некоторое подпространство иномерного векторного пространства рассматриваю над полем конечным из Q-элементов. Вот, и чаще всего, конечно, рассматривают поле дворичное, то есть при Q-ран-а-2. Вот, потому что у нас информация так принята, что битами кодируется. Вот. То есть мы будем говорить только об этом случае. Вот. И, значит, какое эквивалентное определение? Вот эквивалентное определение это, что существует некоторая матрица размера n-k на n матрица h такая, что при умножении на нее вектора длины n мы получим 0. То есть это называется проверочкой матрицы. Вот. Так, хорошо. И сейчас наиболее часто используемым решением в помеху стоящему кодированию являются LDPC коды, расшифровываются как low-density paris-check коды. То есть коды, ну, по-другому можно сказать, что матрица h у нас разрежена. То есть такого четкого определения нет. Ну, типа, можно так считать, что вот если мы рассматриваем количество ненулевых элементов в матрице h, то оно будет константой при длине кода, стремяющейся к бесконечности. Лишь кодом мы еще раз называем, что? Как специальный код смотрите? Код — это у нас линейное подпространство. Подпространство какое-то решение, это уравнение, да? Да, да, и это решение уравнения. Вот, значит, чем хороши такие коды? Тем, что существуют итеративные алгоритмы декодирования по проверочной матрице. Вот, хорошо, вот что это такое? Наверное, сразу сейчас перейдем к графовому представлению кодов. То есть такие коды удобно представлять с помощью графов. Так, значит, это матрица h, размера n-k на n. Вот. И мы ее представим как двудольный граф. Я, конечно, немного почитал сам, но просто исходя из того, что вы сказали, совершенно не понятно, о чем этот код. Ага. Если он ваш нужен, чтобы его поставить, он может убрать ошибки, наверное. Так, да. Хорошо. Он вообще не поймет, о чем сейчас тебе речь. Да, хорошо. Зачем этот код нужен? Вот, код у нас является подпространством размерности k. Вот это означает, что мы можем положить k информационных символов и с помощью решения уравнения добавить n-k проверочных символов. Вот. То есть у нас k информационных символов можно отобразить в n-последовательной длины n, где n это будет k плюс некоторое количество проверочных символов. Вот. Таким образом мы добавили избыточную информацию, и если после передачи данных в канале происходят ошибки, то мы по этим n-символам можем восстановить k исходных информационных символов. Сколько же это будет? Это как раз зависит от параметров. Ну, то есть обычным, что мы рассматриваем на практике, входная вероятность ошибки на бит в районе 2 на 10 минус 2. Что строится под определенные предположения? Это нужно было проиметрически, чтобы его можно было подстраивать. То есть, естественно, условия канала не могут сразу, но и синие с угодно, которые каждая... Скажите, там начался ошибки. Я сам-то тоже был. Которюсь с такой вопрос, какие-то положения канала. Канала, мы считаем, что масло играет от наших. При наличии таких правильных канала, мы хотим ошибочные наиболее данные. Да? Да. То есть на входе у нас, например, такая может быть вероятность ошибки. Для приложений на выходе после декодера обычно мы хотим, чтобы вероятность ошибки была меньше, чем 10 минус 15. Можно ли сказать, что модель ошибки ленин? Что добавляет некий шум, распределенный, скажем, по гауссовскому закону. Мы правила случаем? Нет. Это не обязательно. Это такая более... Дискретная и непрерывная передача. Дискретная. Это не очень понятно. На самом деле непрерывная. То есть, ну... Вот есть сейчас разные модели. То есть, рассматривает как дискретную модель, где просто бит передался либо с ошибкой, либо без ошибки. Но также и непрерывную модель, когда для каждого бита мы знаем вероятность нуля и вероятность единицы. Секундочку. Дело в том, что у меня есть опыт решения и таких задач, и неправильно. Все-таки я привык к тому. Дальше в чем с тобой? Что дано? Какое у нас есть для решения задачи? Что можно даем получить? Что нам на вход подается? Мы хотим решить задачу, правильно? Что нам дано? Так. Мы отклонились на вопрос, который... Пока мы отклонились на очень общий вопрос, который был задан слушателям. Он заключал в том, зачем нужны вот эти вот линейные коды. Ну, более или менее ответ на него был получен, правильно? Маленький. Вот, все. Тем не менее, для того, чтобы... Мы пока еще не дошли до нее. Я так понимаю, да? Задача еще далеко. Основная деятельность, которая занимается семинаром, которые мы нашим... Я бы сразу сказал, что Митри Шпилек и представитель компании Huawei. Я небольшой специалист по мехустойчивому кодированию, сразу скажу. Я, в отличие от вас, не занимался этой темой плотно, другими темами в Huawei занимаюсь. Но я хочу сказать, что постановка задачи обычно является не началом разговора, а его концом. То есть мы боремся за постановку задачи, так или иначе? Поверьте мне, у меня очень большой опыт решения неправильных задач. Я знаю, до тех пор, пока не поставлена задача, решения не получите. Это абсолютно так. Давайте все-таки я хочу понять, какая постановка задачи. Что имеется задача о кодировании... Есть две реальные постановки. В одном случае ограничивается число ошибок в канале, в других предполагается некоторая вероятность распределения этих ошибок. Соответственно, есть две параллельные теории, но коды, в частности, в роде ЦПК-рэнд-И-Код, они належные и там, и там. Но общая ситуация действительно существует разная. Разные варианты, когда имеется противник отверстие, и когда имеется вероятностная ошибка. Я на семинаре сейчас. Но это стандартная довольно ситуация, и я думаю, что к этому мы все привыкли, и можно более конкретно что-то рассмотреть. Хорошо, я могу две постановки задачи наиболее популярные рассказать. Детка, давайте так, договоримся, что мы будем делать. Вот еще раз. Целью... Ждем, пока еще докладчик даже не приобретелся к тому вопросу, который... Да, целью у нас перейти к задаче... Давайте попробуем... Продолжаем. Слушатели, которые сейчас знают, как они текст, но не только... Слушатели по-разному строят. объекты, слушатели, оказать контекст, они не очень приближены, но я не знаю, что вопросы вам скажешь. Слушайте, мы собрались для того, чтобы найти общий язык. Так что давайте продолжаем. Короче, эту дискуссию пока прерываем, и двигаемся дальше. Значит, про коды мы поняли примерно, что мы хотим про ошибки, и как какое-то может иметь отношение, мы поняли. Дальше возвращаемся к матрицам. Да, хорошо, вот возвращаемся к матрицам. Значит, по проверящему матрице можем построить граф двудольный. Кружочками обозначаются вершины, соответствующие столбцам, а квадратиками вершины, соответствующие строкам. Вот, и если единичка, мы... Стоит матрица, то мы соединяем. То есть матрица у нас двоечка, мы рассматриваем более бинарную. Бинарная. Вот, хорошо. Значит, что из себя представляет итеративный процесс декодирования по проверочной матрице? Как граф строим? Как граф строим? Если стоит единичка в матрице, то мы соединяем соответствующую строку и столбец. Квадратики — это строки, столбцы — это кружочки. А если бы это было на поле... Вы же говорили, что в какой царапе или не строки? Что дальше? У вас нету, конечно, два типа строк. А для вас есть два типа столбца? Ну, тут, наоборот, первые строки, а вторые... Ой, первые строки, а вторые строки, а первые столбцы. Так, хорошо. Если у нас Q там больше двух, то тогда эта картинка уже немножко не соответствует, да? Ну, то есть тут, получается, ребра разных типов, будут... Хорошо, идем дальше. Так, да. Хорошо, что представляет из себя итеративный процесс декодирования? То есть он состоит из двух полу-итераций. То есть первая итерация — это отправка сообщений от битов к проверкам. То есть здесь проверки — это строки, биты — это столбцы. Значит, мы отправляем сообщения от битов к проверкам, и биты отправляют некоторую информацию, которую они о себе знают. То есть если они знают... Ну, то есть тут что может быть? Может быть вероятность нуля и единицы, или если у нас вероятности из канала не приходят, то может быть просто ноль или единицу отправляют. То есть то, что они знают о себе, то есть информацию, которую о себе они знают. Вот. И вторая полу-итерация — это уже проверки отправляют обратно сообщения битам. Соответственно, здесь, например, проверка соединена с тремя битами. Вот. Сообщение к третьему биту должно быть функцией от первого и второго. От первого и второго. Значит, можно я... Да, это мы... Сейчас, прошу прощения сейчас. Значит, вот этот процесс, который вы описали, про то, что бит знает про себя, там посылает что-то, это на самом деле процесс вычисления, значения вот этой вот самой, так сказать, произведения матрицы на вектор, или это что-то другое? Так сказать, соответствие между кружочками, квадратиками и матрицей, этим графом мы поняли. А вот что сейчас описывается, сейчас я не очень понимаю. Да-да, то есть у нас код — это вектора X, которые при умножении матрицы дают 0. Соответственно, после того, как на вектор X был наложен шум, мы получили некоторые векторы X с крышкой. Вот, он уже удовлетворяет такому свойству, что наиболее вероятно, что не будет ровно-ливого. То есть мы получили не кодовое слово, а нечто имое. Я правильно понимаю, что вы кодируете матрицу собственной вектора? Кодируемого вектора? Да. То есть просто на... Рассказм-собного роста, да, раздайте. Нет. Передаются ли вектора, правильно? Все что? Передали вектора. Получились ошибки. Этот вектор не удовлетворяет проверку. Он не лежит на год. А понятно. То есть проверка... И дальше рассловывается в интернационную процедуру. В этой интернационной процедуре, по каждой момент времени, этот вектор, собственно говоря, знает текущее состояние. Либо дискретно, типа я 0 или я 1 на данном моменте. Либо вероятность. Я скорее единичка или скорее 0. И дальше вот этот граф Танера, дудовый, позволяет информацию, перекатываясь в текущем состоянии вектора, сказать, проверка, что они должны при себя думать. И этот проект дает каждому диску, исключение, что он должен при себя думать, основываясь на информации, которые сообщают его, как бы, ну, другие... Граф, это проверочный, именно проверочный фильм, это граф. Да, граф точно не говорится... Граф, это такая аппаратная, эффективная аппаратная реализация параметра на ваку. Это такое любое представление. Можно сказать, что вложение на ваку, но там очень лень. То есть он лучше говорит, что надо шутять, что вложение на ваку, можно делать, и так далее. А можно просто граф, но с вами сказать, что это просто, ну, на кристалле, вот так вот реализуют. Ну, только. Еще вот эта вот графовая, как бы, динамика такая, она биоэлитическая, она не смотря на эти слова, передача информации, и это действительно процесс. То, мы знаем, что находится слева, и пытаемся понять, а что это значит, для того, что находится справа. И наоборот, вот этот челнок будет туда-сюда, пока не случится личное. Так, хорошо. Получил на карту полуэперации, да, полуэперации, да, полуэперации, да, да, можем... Можем на примере еще, да. Нет, все, ну, да. Да, да, вот что, вот на примере могу сразу показать. То есть, например, у нас вот три бита, вот они связаны с одной проверкой. Вот, первую полуэперацию, они отправляют информацию о себе. Вот, например, первый и второй бит отправили... Так, хорошо, вот первый бит отправил единичку, второй бит отправил нолик. То есть, это не ту информацию, которая знает о себе. Вот, проверка у нас, проверка начетность. То есть, двоичная сумма... То есть, в этом квадратике выполняется сумма, правильно? Да, в этом квадратике выполняется эта сумма. Да, хорошо. Значит, если это равно единице, это равно... Я думаю, что я есть единица. Да. Я в этом нисколько не уверен. Моё текущее состояние, я думаю, что у меня есть единица. Я всем со всем сообщаю. Ребята, я единица. Прините их сведения. Они говорят, ты единица? Что, давай проверим, выручатся скорее ноль. Прими обратную информацию. И так, каждая проверка сообщает своим подведомственным битам, кто они должны быть в свете того, что знают другие биты. И наоборот, каждый бит... Сейчас, а можно записать это в виде некоторой итерационной процедуры? Вот у нас есть X, например, такое-то, и мы каким-то его скорейки. Понимаешь, я считаю, что это такое Dx0. Для Dx0 у нас есть ошибка. То есть мы не попадаем в битро. Получается, что это вместо нуля, где-то правая часть. Так в этой правой части вы создадите следующие единицы. Так в этом отсюда создадите решение. Это можно стать переуравнением? Ну, как я понял. Тогда это мы споймем. Нет, это не Dx0, это нет. Это же рост проверок. Это вам проще. Да? Что битумы это себе? Это... 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 Да, хорошо. То есть есть большой класс итеративных процессов. Вот я сейчас расскажу, вот самый простой. Называется... Самый простой. Самый простой битфлиппинг. Вот, хорошо. То есть каждый бит у нас знает только, что я единица, либо что я ноль. Другой информации не знает. Вот он ее и передает. Вот, тогда проверки, они получили эту информацию. Вот, как здесь, например, первый бит передал единицу, второй передал ноль. Должно выполняться... Должно выполняться это уравнение. Значит... Вот у нас сообщение для третьего, это функция от первых двух. Да, да, третий тоже передаст, но... Да, каждый что-то передает. Да, то есть... То есть для... Вот они все н штука передали, соответственно, для... Когда будут обратно передавать, у нас функция должна быть от н-1, не включающих себя самого некоторые. Ну, то есть... А можно написать формулу, то есть вот что есть для этой информации формулы 2? Так, хорошо. Так, хорошо. В самом простом случае... Так... Так, хорошо, давайте вот у нас... У нас много проверочных, не один будет. Да, много. Но она ничего не даст. Так, хорошо, давайте вот у нас три бита, вот они все отправились... Сообщение x1, x2, x3. Вот этот у нас, значит, проверка y, да, она должна передать обратно три сообщения. Так, вот, так должно пополняться это уравнение. Вот это означает, что y1, то есть сообщение для первого бита, будет суммой x2 и x3. y2 будет суммой x1 плюс x3. y3 будет суммой x1 плюс x2. Вот, это вот проверка, стоящая из трех битов. То есть это вот эти три ребра рассматривать. Вот это вот у вас, кстати, x1, x2, x3, это столбцы. и передать, то есть он отправляет информацию, полученную из канала, либо единичку, либо нолик. Значит, вот эти y, они, это вот эти три квадратика, вы обозначаете? Нет, нет, давайте мы это, ладно, это сотрем. Это вот просто одну проверку мы рассматриваем. Граф такой у нас, граф из трех ребер, да? Да, граф из трех ребер. Граф из трех ребер. Граф из трех ребер. То есть, банды используют один и один, банды используются. Да. Да. Безусловно, граф имеет ценность. То есть мы, кодируем в битов, и имеем в виду числу. Мы говорим, что мы берем три где-то, но они суммы должны должны... Четно, что да. Да, это стандартный пример, начать, что с памяти используется. Самая популярная. Да, это самая простая ситуация. Так, да, хорошо. Значит, мы понятно, да, что мы обратно передаем? Ну, там-то крышечки подставим. Да. Да, давайте крышки подставим. Хорошо. Хорошо, так что дальше мы читаем? Вторая итерация. Получается, у нас... Теперь... Ну, вот уже в таком виде, наверное, не очень хорошо. Вот мы добавим несколько еще проверок. Вот я еще три проверки добавлю, которые... Вот, вот... Вот, и теперь давайте рассматриваем вторую полутерацию. Например, что у нас первая бита получила три сообщения. у1, 1, 1, 1, 2 и у1, 3. То есть каждое сообщение либо 0, либо 1. И вот эти сообщения имеют такой смысл. Это то значение бита, которое считает проверка, кем он должен быть. Те, которые у нас вышли, были обозначены y, 1, y, 2, y, 3. Это что у нас теперь стало? Вот, и у1, это y, 1, 1. Вот, y, 1, 2. Это вот аналогичное сообщение из второй проверки, y, 1, 3 из третьей. Да. И дальше можем сказать, что если среди... Вот, и также у нас еще было значение x1 из канала. Вот, то есть есть некоторых четыре числа. 1, 2, 1, 2, 1 бывает, когда оно больше. Да, мы вот уже теперь только вот... До этого мы рассматривали, что происходит на проверке. Теперь мы рассматриваем, что происходит на бите. То есть бит знает... Первую компоненту из каждого квадратика, так сказать, обозначили... То есть мы зачем-то вычислили, где-то 2 или 3, и в простую группу. Ну, фактически, да. Пока что мы же демонстрируем какой-то пример чего-то, так сказать. Пока нам вот в этом конкретном вычислиянии это не... Ну, хорошо. Дальше мы что говорим? Да, дальше мы что говорим? Мы говорим, что если две... Хотя бы две из этих... Два из... Хотя бы два из y не равны x1, то значение x1 надо поменять. Напротивоположное. То есть, если хотя бы два из трех y не совпадают с x1, то значение x1 надо инвертировать. Ну, то есть x решает, кем ему на самом деле надо быть по праву голосования. Да, да. То есть решает... То есть если большинство проверок ему говорит, что значение должно быть другое, да, то мы его инвертируем. То есть он может на самом деле просто посмотреть на то, что его прислали, и проголосовать. Даже не вспоминая своих... Да, на свое значение не смотреть. Ну... Ну... Это по-моему... Да, на программирование. Перемерные. Что перемерные? По-моему считалось... И теперь все считаются по археологу. Да? Нам не важно, что можно... Ну, тут возможны разные модификации. Можно давать какой-то вес этому и какой-то вес этому. Да, в самом простом, то есть в самом классическом алгоритме считается, что если большинство из y говорят о инвертированном значении, то мы значение инвертируем. И, соответственно, дальше можно запустить вторую итерацию, уже будем передавать значение инвертированное. Можно всякий человек в трудной надежде, а он хочет инвертирует, просто на ответ. Угу. Хорошо. Так. Можем писать, как какое-то новое значение x1 мы будем обозначать. x1 с крышечками или как-то и с крышечками. Давайте вот x1 штрих. Вот тут же f1 штрих. Так, это... Так, немножко места не хватает. Так, хорошо. Он остается x1, если сумма индикаторов того, что x1 с крышкой равно y1 житая. больше либо равно 2. И в противном случае у нас идет инвертирование. Так, это иначе. Так. У меня еще маленький технический вопрос. Это все понятно, а вот как это соотносится со стрелочками на вашем графике, вот эти вот... Я не очень... Ах... Еднички и нолики на стрелках, это вы поняли. Они как бы у друга от чего сумеют, да? А вот стрелочки на... Так, да. Ну, то есть сначала вот я первые две стрелочки нарисовал вот эту, вот эту и вот эту. Потому что это сообщение зависит от этих двух сообщений, которые обратно будет проверка отсылать. Вот. Анна, не может ли обратно к x1 идти оттуда? Нет, нет, нет. Англо, как раз вот сообщения, которые получает бит, они вычисляются по битам, которые содержатся в проверке, исключая себя самого. То есть обратно ничего не отсылается. Обратно информации не отсылается. А формулы сами, а не только... А эти формулы как раз не берутся на любую стрелку. Справа. Как связаны формулы с англо? Может формулы создать по-другому? Так. Формулы... Как сказать? Это не есть стрелка. Или нет? Так. Да, то есть у нас... Ребра, на которых игрушки стоят. Да, скорее, если у нас вершины связаны ребрами, то для них какая-то есть формула. Если вершины ребрами не связаны, то для них никакой формулы не будет. То есть они не пересылают между другими сообщения. И ничего не получается в парку, так что? Ну, я бы сказал так, что... Вот каждая формула, она зависит от окрестности одной вершины. То есть по окрестности одной вершины строится формула. Давайте, кажется, еще раз четко вопрос. Вот вы нарисовали граф, который вы, кажется, восстановили по матрице. Мы поняли, что этот граф был как бы неориентированный, да, потому что, ну, там стояла единичка и стояла. Теперь у вас на этом графе возникли пометки. Во-первых, стрелочки на ребрах, первый вид пометок, второй циферки на ребрах. Нам бы хотелось уточнить, что это означает. Так, хорошо. Граф по-прежнему остается неориентированным. То есть стрелочки, это я обозначаю для того, чтобы показать, что происходит передача сообщения по графу. То есть мы можем их не рисовать вообще? Да, можем их не рисовать. Хорошо. Вот, и единички нолики, это тоже информация о том, какое сообщение передается. То есть на самом деле это никакие не пометки на графе? Это просто так, это просто, когда вы нам пытались пример привести, и вы там нарисовали эти единички и нолики, и это ничего не означало. Да, верно. Единички следует, вы знаете, что и с крышкой равна единичке? Да. Да, что и с крышкой равна единичке. Совершенно верно. Это этим пытались, так сказать. Так, все, теперь мы, кажется, поняли, покоились. И, значит, ну, считаем, что мы разобрались до какой-то степени, как работает вот такая вот простейшая итеративная процедура. Так, хорошо. Коррекция же. И, да, как я говорил, LDX код отличается тем, что проверщика матрица... Сколько шагов нужно итерировать здесь, как-то, так сказать, определяется чем-то? Тут зависит тоже от алгоритма декодирования. То есть обычно за 100 итераций все сходится. То есть итераться можно и до 100. Не уровень этого всегда. Вообще есть какие-то некоторые люблюдаемые причины, называемые LLAREN, которые теоретически куда-то сходятся. Но вот готовлю мы сейчас об этом говорить, я не знаю. Люди на практике не особенно заморачиваются, а делать 100 раз. Там ничего не меняется? А может быть, кто-нибудь в зуме, садокладчиков, может? Вроде был. Но он, наверное, нас не слышит. Нет, нет, нет. Я здесь слышу. Добрый день. Да, добрый день, да. Я прошу прощения, что я не пришел лично. Меня был соберен на карантин в течение дня. Да, у нас был вопрос. Нам описали простую итеративную процедуру коррекции ошибок. Вот этот самый битфлиппинг, да, как он назывался? Да, битфлиппинг. Битфлиппинг. И был вопрос, сколько же раз нужно такую процедуру выполнять, чем это определяется? Неизвестно, чем это определяется. Но, вернее, это случайный процесс, который... Какой механизм происходит в исправлении ошибок? Вот у нас вот это набор каких-то реекторов в примерном пространстве. По единому реектору. Ну, удобно его создавать как линейное пространство. Ну, линейное пространство можно и по базисам создавать, и по наборам уровней, как пересечения гиперплоскостей. И вот в данном случае это пространство создается пересечением гиперплоскостей. И вот когда мы получили, так скажем, зашумленный элемент из канала, то есть у нас какие-то координаты то ли ловики, то ли единички, мы не отъявили. То есть у нас есть, допустим, вероятность того, что каждая координата принимает значение 0, или то, что нам принимает значение 1. Вот. Ну, то вероятность, то, что нам принимает 0. И вот нам теперь нужно восстановить этот самый передаваемый реектор. И вот декорирование в данном случае происходит как бы поочередно. Либо мы рассматриваем все условия уровней гиперплоскостей, и пытаемся, значит, вот, мы знаем, что у наших реекторов, ну, и точка в пространстве, в пространстве, например, она, собственно, надлежит местным таким гиперплоскостям. Значит, вот мы пытаемся из этих условий получить координаты. Допустим, вот у нас есть вектор, мы посмотрели на него, то есть мы рассмотрели самую такую координату неопределённую, в которой больше всего, допустим, неопределённость, и мы говорим, ну, хорошо. Вот. Какое здесь значение должно быть, если все остальные координаты, мы значения знаем. Ну, ясно, что можно его вычислить и с равнением гиперплоскостей. Ну, вот, мы вычисляем. Итак, вот, пока эти гиперплоскости мы вычислили, и затем получили там сколько-то нолика, сколько-то единичек, и проголосовали. Вот. И вот такой процесс голосования, потом, опять, проголосовали, вычислили, поскольку, допустим, у нас было 10 гиперплоскостей, и получилось две из них сказали, что это может быть нолик, и две из них сказали, 8 из них сказали, должно быть единичка. Окей. Значит, то есть 0, 0, 0, 0. Вот. Значит, поправили. Было, допустим, вероятно, 0, 0, 0, стало 0, 0, 0, 0. Замечательно. Вот, оправим одну координату. Теперь, опять, запускаем процесс. Смотрим, какая там координата наименее надежная, то есть у которой вероятность быть бюлером ближе к 1-2. И ее пытаемся подправить. Подправили. Потом опять запускаем процесс голосования. И вот так вот сколько-то итераций придется сделать. Ну, на практике, там, там, итерации 10-12 тысяч, наверное, смазываются 15, как-то так вот, в реальных задачах. А теоретически, ну, неизвестно, как это сделать. Есть теоретический метод анализа скорости исходимости, то есть числа итераций, необходимых для справления ошибок. Он основан на методе эволюции плотности и вероятности распределения вероятности. То есть мы задаем плотность и распределение вероятности на каждой координате. И дальше вот этот процесс теоретически воспроизводит. То есть теоретически, так сказать, теорема о том, что все сходится, так сказать, в пределе, да, она есть, да? А вот насколько быстро сходится, это так, видимо, зависит от разных... Чем больше шум, тем он может медленнее сходиться, а в тот момент вообще не сходится. А если шума почти нет, то есть у нас надежность передачи очень большая, то он может сходить буквально за малой веществ этой акции. Тут был вопрос. Вопрос из зала. Вроде это морковская цель, но и там начнется, если это, так сказать, условия, и теремы выполнены, то должна быть сходимость... Ну, наверное, может быть по этой причине. Все правильно понимаешь, что задача на самом деле... У нас есть этот матер САС, расширенный из крышки, и задача найти некий столовой, которого минимальным опытом исправлено... ...сделать на него, который изменить так, чтобы произведение равняло... Да. В каком смысле минимальность понимается? Расстояние хеминга? Вот чтобы по расстоянию хеминга найти... Да, это... Вот представьте, например, передаем кодовое слово длины 10 000. Вот, как я говорил, у нас может быть 2 на 10 минус 2. То есть сколько? Это будет 200 ошибок. Вот, соответственно, чтобы искать минимальную по расстоянию хеминга, то есть это... Если ошибок надо исправить, то есть смотреть 2 в сотой векторов перебирать. То есть это... Нам надо именно найти эту точку, а найти... Да, вот абсолютно верное рассуждение. Еще у вас останавливается, когда получились все нули? То есть если мы получили, что уравнение выполнено, можем остановиться. А если нет, то обрывается какое-то место? То, да, мы бесконечно декодировать же не можем, нам тоже... Когда вы понимаете качество решения? Вот вы можете сразу сказать, что х равно нулю. Оно сразу вам будет творить. Остание хеминга было большое. Да. То есть... Да. Но мы же не минимизируем же это, остание хеминга. То есть мы хотим восстановить то, что передавалось. Передавалось не всем или... Ну да, критерий качества решения на самом деле здесь довольно практический. То есть как бы вот они... Есть такой вариант, но они смотрят, что с ним получается. Это будет здесь на практике. Еще я понял, что вот эта вот процедура, она, то есть, зависит от какого-то приборного распределения вероятности на вот этих всех сах. Да. А ну откуда придется? Да. Вы про это ничего не говорите. Да. Ну там, да, товарищу Зуму, по новым. Так. Посидят, если просеять. Вот к нему можно добавить, что это не нырели и не с настоящими вопросами, а что это нырели и не с вероятностью. А, ну да, да, и понятно. Нет, ну мы, как раз, какой-то, какой-то, какой-то часть, так сказать, этого мы поняли и пытаемся дальше двигаться дальше. Да, да, хорошо. Тут еще есть комментарии в чате Зума. Значит, Николай Борисов пишет, что у людей на практике есть еще критерий сходимости, помимо максимального числа итераций, и упоминает такие слова, как belief propagation decoding. А Александр Жданов упоминает статью Галлагера Low Density Parity Check Codes и пишет, что на самом деле может сходиться не всегда, а бывает периодический процесс, когда зацикливается, видимо, это. Да, вот. Хорошо. Значит, Low Density Parity Check Codes, вот я в прошлый раз немножко неправильно написал, я сказал, что вес матрицы Райма константия, на самом деле константия умноженная на n. Это то, что зацикливается, лежа в этот путь. Да, я как раз сама к этому и двигаемся. Вот. Хорошо, то есть по-другому это что означает, что в среднем каждая вершина связана с константным числом других вершин, и поэтому такой итеративный процесс декодирования кажется не очень сложным, то есть у него сложность линейная. А тут у матрицы два параметра, k и n. От k вот это вот не зависит, да, вот от n. Так, да, да. Так, обычно k делите на n является некоторой константной, это скорость кода называется. Хорошо. Значит, теперь вот я... Можно перейти на другую сторону доски, я хочу сказать, не стирай. Да, здесь, наверное, можно этого просить. Сейчас, там, здесь за камерой есть оператор, он переведет. Так, хорошо. И еще эти доски вверх не может двигать. Так, хорошо. Вот, так как у нас цель поговорить о некоторых опасных структурах, сейчас пока мы про алгоритмы декодирования что-то поняли, вот я по этому сразу скажу несколько видов опасных структур, и будет из определения алгоритма декодирования понятно, почему они опасные. То есть вот раз... То есть первый вид опасных структур это циклы. То есть, к примеру, пусть у нас есть цикл длиннее 4. И давайте поймем, почему эта структура опасная. Ну, то есть вообще понятно, что любой цикл будет рождать зависимость. То есть здесь, когда мы рассматривали сообщение, у нас сообщение не зависело от самого... Сообщение отправления обратно не зависело от того, что мы отправили к проверке. То вот если у нас есть цикл, то в какой-то момент у нас будет обратно приходить информация. Вот. Ну, можно и по-другому тоже посмотреть на этот цикл. Давайте, к примеру, будем считать, что вот у нас этот бит с ошибкой... Тут, на самом деле, одну вещь немножко я все-таки вас опять прерву. Так, хорошо. Значит, ну, эту ситуацию мы поняли с итерацией, так сказать. Все, теперь мы так же понимаем, что то, как себя итеративный процесс ведет, там зависит от вида графа, который могут... Так сказать, там, виды матрицы и то же самое, что виды графа нарисана. Вот. Но вопрос, чего мы теперь хотим, так сказать. Что мы вообще, каких свойств мы хотим добиться? То есть, свойств, которых мы хотим от графа добиться, чтобы такой итеративный процесс декодирования исправлял как можно... Лучшие ошибки. Лучшие ошибки. Да. То есть... То есть мы можем, на самом деле, по-своему выбирать этот граф, да? Нам, как говорится, полный произвол в выборе этого кодирования, да? Мы как... Ну, да. Да. В частности, мы выбираем этот код, значит, мы выбираем матрицу, значит, мы выбираем матрицу, и, значит, мы сами выбираем этот граф. Да. И, соответственно, наша задача придумать хорошие... Придумать такие графы, которые бы вели себя в каком-то смысле хорошо. Быстро сходились там или что? Да, быстро сходились. И от алгоритма декодирования, и от... То есть сейчас мы вот рассматриваем вот этот простейший битфлиппинг алгоритму. То есть у нас... Да, что для каждого алгоритма надо оптимизировать граф. Я думаю, что этот граф, поскольку это как бы решается один раз, очень глупо и оптимизировать в этом месте. А вот алгоритм, чем лучше, чем дороже. И вот тут можно сделать лучше, но это будет стоить дороже, то есть если кристалл больше, и вот тут уже по своей качествам и ценой. А для графа нет такого, как бы, вот, ну, ничего, кто хочет представлять, бесплатно. Граф, это как впечатлительный граф, это как готов, так вот, а другими словами мы алгоритм фиксируем, ну, какой-то, например, вот такой алгоритм зафиксируем. Дальше начнем регулировать граф, чтобы нам стало получше. Так. Примерно так. Ну, хорошо, давайте вот, например, такой алгоритм зафиксировали, и вот рассмотрим ситуацию, когда у нас в графе есть цикл длины 4, и из двух битов, которые участвуют в этом цикле, один с ошибкой. То есть вот я вот точкой обозначил, то есть что это означает, что вот эти две проверки тоже не сошлись, и, ну, и вот это тоже. Я понимаю, что сюда дальше будет считаться, что у нас интернативно сначала вычисляется в кружочке, а как граф сам нарисован, не важно. И тут тут есть какая-то очередная вычисление в к тому графе. Как и кружки были слева, а в кружочке справа, и получился такой-то в другом случае граф. То есть у нас граф вдольный. Кружки на кружке считаются квадратиками, а в том вдоль, да? Да, то есть первая полуитерация кружки передают квадратикам. На том график. Хорошо. Так, хорошо. Да, давайте считать, что из канала пришла ошибка в этот бит. Вот, и что это означает, что... А все остальные биты у нас верные. Вот, что означает, что у нас будет в этом графе только три проверки, которые не сошлись, то есть для которых проверка отчетности не выполняется. Вот, и давайте посчитаем, сколько несошедшихся проверок будет в соседях у каждой вершины. То есть у этого вот эта сошедшаяся, а эти две несошедшие. То есть тут всего две. У этого три. Вот. Так как мы должны решать по большинству, то в обоих случаях значение бита надо перевернуть. Вот. После того, как мы перевернем, мы получим аналогичную ситуацию. Этот бит будет верным, а этот не верным. Вот, то есть получили, что бит поменялись местами, поэтому сетч и декодирование, сетч итерация снова будет то же самое. Ну, то есть есть два бита в таких отношениях, что они постоянно говорят друг другу, что один из двух бывают, но не я. Да. Более того, что, знаете, следующее, если биты входят в одни и черепроверки, то получается, что их проверка будет их сумма. И мы можем определить эту сумму, но не можем их разделить. Таким образом, информация не будет. Вот. То есть вот такая ошибка, например, очень легко исправляется, если мы, например, будем на каждой нечетной итерации исправлять только те биты, которые связаны с тремя несошедшимися проверками, а на сетч итерации с тех, которые с двумя четками. Вот. Ну, то есть мы уже усложнили алгоритм. Вот. Но в целом, да, как можно догадаться, более сложные структуры графовые и для более сложного алгоритма уже тоже будут вызывать ошибки, то есть такие подобные, когда у нас какая-то структура не может никак продекодироваться. То есть вывод, что цикл четной длины — это плохо? Тут они могут быть только четкими, потому что граф-двудольный. Вдольный. Ага. И, да, цикл… То есть вывод такой, да, что циклы короткой длины — это плохо. Вот. Это вот такой первый тип. А если цикл длинный, то просто нам не хватит итерации, что ли, чтобы он нам помешал жить или что, проблема? Нет, нет. Если длинный, то, возможно, ничего страшного. То есть если цикл длины 100, то у нас можно сделать 50 итераций и никаких зависимостей не будет. Так. То есть плохо, когда количество итераций нашего алгоритма больше, чем длина цикла? Да. Ну, чем половина длинной цикла. Ну, понятно. А длинный код? Так, хорошо. И вот второй тип. Это так называемые кодовые слова. То есть они напрямую исходят из того, что если ошибки попали в данное подможное битов, то выполняется уравнение. Так, давайте посмотрим, что это представляет из себя на графе. То есть на графе должно быть... Так что если мы возьмем все окрестности некоторого подможенства битов, то те проверки, которые входят в итоговое множество, соединены с четким числом битов. Хорошо. Вот, например, вот такой вариант возможен. То есть здесь нет никаких рёбер из вершин. Ладно, я это не буду рисовать. То есть из вершин, соответствующих проверкам, какие-то рёбра ещё могут быть, а из вершины, соответствующим битам, битам никаких рёбер больше нет. Вот. Чётное число должно быть... Чётное число рёбер должно быть где? У каких вершин? Да, то есть мы сначала зафиксировали некоторое количество битов, некоторое подможенство битов, взяли все окрестности. Да. Вот. В получившемся подграфе у нас каждая проверка должна иметь чётное число рёбер. А, в данном подграфе. Да. Наружу куда-то там может идти ещё. Да, то есть что это означает? Что если ошибки попали в эти биты, то все проверки сэдлилтся. То есть все проверки выполняются. Вот. То есть два таких типа опасных структуры мы рассматриваем. Так, хорошо. И теперь наверное к самой задаче уже близко подойдём. Так. Да, и вот как тут уже говорилось, мы пытаемся решить задачу кодирования так, чтобы у нас алгоритм декодирования был наиболее простой. Поэтому вот если количество битов, например, у нас 10 тысяч, большая матрица, и если биты никак, где единички стоят в проверочной матрице, никак не структурированы, то это может быть сложно реализовать уже в чипе. Вот. Поэтому существуют некоторые конструкции, которые сейчас обычно используются во всех стандартах. это Wi-Fi, оптика и коды, которые используются особой структурой. Они называются QC, LDPC коды. Значит, это просто конструкция, значит, как они строятся. построение таких кодов состоит из-за двух этапов. Первый этап строится фактор граф. То есть это такой же двудольный граф. Вот когда мы рассматриваем проверочную матрицу, есть соответствие графа, он был обычно больше длины, то есть несколько тысяч. Когда мы говорим о фактор графе, он уже скорее маленькой длины, то есть не более 100 битов и не более 100 проверок. И дальше по этому фактор графу строится накрывающий граф. Как он строится? Каждая вершина заменяется на подмножество на множество из Z вершин. Здесь я рисовал три штучки, поэтому в каждом таком срочке по Z вершин. И каждое ребро заменяется на Z ребер. И эти Z ребер являются циклической перестановкой. То есть, например, здесь первый соединен с первым, второй со вторым. Может быть, ситуация, когда первый соединен с каким-то item, второй с и плюс первым и так далее. и последний. Да, это мы рассматриваем класс матриц. Которых, так сказать, единички сгруппированы таким вот сервисом. То есть, если мы посмотрим на проверщику матрицу, то есть, у нее тут какой будет вид. Она будет содержать блоки, Z к Z блоки, и они представляют из себя единичку матрицу, сдвинутую на некоторое количество столбцов. Вот такая структура. А вам только циркуляр для таких перестановки интересный? Можно другие? Да, можно другие рассматривать. Вот. Циклы максимальной длины или нет? Или может быть поменьше? Ну, тут это такой трейд-офф между сложностью реализации то есть, если рассматривать произвольные перестановки, то, конечно, может быть структура лучше. Но если потом... Поскольку нам цель пока непонятна, то нам все равно вам понятно. А может нет, например, снеж пока. Может быть цель малой сложности объекта протографа и вот эти раздутия с некоторым произволом в каждой вершине поргономироваться очень большое объеме. Чтобы это было маломерно, но большое. А также нам было сказано, что вот этот граф как-то там реализуется в кристалле, я не знаю, в кристалле, что он реализуется, но, так сказать, грубо говоря, вот, видимо циклические перестановки как-то они да, они помогают. И из них что-то составляют. Как получается, то есть, как мы почти изменичном адресе, что если что-то подчеряется, она там как-то зависимости будет меньше. Короче, тут возникает некоторый еще парадик. то есть, да, то есть, тут вот, если она именно не перестановка, а вот излиг единической диагонали, то есть, как минимум, означает, что когда мы вот матрицу так умножаем на вектор, не надо считать перестановку, можем просто сделать циклический сдвиг. То есть, он в чипе реализуется легче. Вот. Значит, у меня есть такой вопрос. Значит, ребра это циклические перестановки, но не всюду одинаковые? Или всюду одинаковые? Нет, разные. разные ребра, а не мы просто разные циклические перестановки, да? Да, да, к каждому ребру своя циклическая перестановка. Вот. То есть, можно как раз ввести такую модель случайного графа, что у нас заданы некоторые факторы графа, или по-другому матрица. Да, и циклическая перестановка выбирается случайным образом. вот. Хорошо. И вот как раз задача, которая нас интересует, это по некоторому фиксированному количеству, по некоторому фиксированному фактору графу описать поведение количества циклов в накрывающем графе. Можете это записать словами? Да. Так. Что дано, так сказать, что требуется. Так, Вот у нас дана некоторая двоичная матрица m на n и дана вот число z, во сколько раз она расширяется. вот и z натуральное число так сразу напишу. Может быть, даже лучше обозначить каким-нибудь числом n или h. z комплексное число вообще. Ага. Так. Ну да, как будто что-то. Так, давайте тогда числа были похожи на натуральное матрица. Так, Значит, двоичная матрица и натуральное число. Хорошо. И рассматриваем такую... Так. я могу сказать, что E, например, можно назначать. Ну, ладно. Так, хорошо. И значит, какая у нас модель случайного графа? вот у нас есть матрица H, и вот любая единичка в ней должна замениться на некоторое число от 0 до k-1. то есть единичка в так, от 0 до k-1, только целое число случайно равномерное. А нолик заменяется на минус единичку. Вот. Таким образом, мы получим новую матрицу и дальше вот что это будет означать. Вот мы строим новую матрицу уже не двоичную. Ту картинку, которую вы на графах до этого описали, она вроде как описывается в термин двоичных матриц. Да, теперь новая матрица, ее называют базовой матрицей для квазициклического LDPC-кода. Вот это число от 0 до k-1 означает насколько циклический сдвигается. А что значит 1 в первую число 1? Что число 1 заменяется на 1 в матрице H, которая двоичная. Есть матрица, которая состоит из числа окулянта на минус S. так, то есть у нас было одно, что есть двоичная матрица и есть expansion factor. Мне кажется, лучше будет, если мы дослушаем сейчас рождение, мы его способны понять, потом перепишем на свой манер и не поедем как мы говорим с статистической точки. пойдем. Так, хорошо. Дана матрица H двоичная. Дальше мы рассмотрим случайную подстановку, так скажем, которая единички заменяет на числа от 0 до к минус 1 целые, а нолики заменяет всегда минус 1. Но это начальность перестановки, да? Нолика начальность перестановки нет? Да. Продолжение следует... то, что написано, не читает. Поняли так? Единички заменяются на целые, на 0 до конечных циклические признаки сдающие, а нолик формально на минус 1. Что-то на стулёк, который может заменить. Заменили и хорошо. И это случайно может не сделать. Да. Вот. Хорошо. Вот таким образом мы получили вот некоторую модель случайного графа. Сначала мы можем применять из 1 порядка резинка. К тому же все остальные соединения... Так, ну, еще раз. Это временная установка была, так сказать. Хорошо, не обращайте внимание. Получили модель случайного графа. Да, и теперь можем например за n и c обозначить случайно величину количество циклов длины c в данном случайном графе. Вот. И нас интересует... Давайте этот граф как-нибудь обозначим. Да, Так, этот можно за g обозначать, а который расширен уже за g получается k. Значит, nc это количество циклов циклов длины c в g к. Так, и вот поведение nc как случайно величины неизвестно, это не решенная задача. То есть существуют некоторые оценки на мотожидание. Не знаю, имеет ли смысл точно их приводить. Это еще nc количество циклов в расширенном графе длины c. вы даете 8, там написаны, да, то есть вы просто как-то заменили так, единичное движение на цикл. И на любой цикл все будет хорошо. nc на ручная начинка на выбор крат мы хотим знать пример от ожидания как сам я понимаю, что единица заменяется случайно, а куля до км минус 1, а нолик заменяется не случайно на минус 1, то есть нолик означает, что связи у нас нет. Нет, это распределение для связи в графе, а как ведет себя количество циклов, это неизвестно. циклов да, в графе. Если вы можете там написать какие-то величины понятные, то напишите. Да, я могу тогда сейчас могу на эту доску перейти. Так, или про минус единицы говорить анализировано, что с графа пришли, а мы посчитали кризис. Так, что это все может быть. Нет, 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 да, в этом же сохранение, потому что здесь связи нет. Я понял, что сначала с 11. Нет, 0 звучит фигуально по сторонам. Это наверное, чтобы не нужно брать степени сдвигать единичку, а там 0 оставили на 0. В общем, мне кажется, это минус единица появилась, потому что там у нас отобразилось в интервалах 0 до к-1, да, там те нолики, чтобы не путались с этими ноликами, только и всего. Так что это чисто формальный такой момент. В общем, короче, это условность. Сейчас будут вопросы даже, что здесь что означает. Сейчас я на них отвечу. Хорошо приближаемся к понятному установке задачи. Ну да. Надо смотреть у нас еще есть на то, что так хорошо. Вопрос для самоконтроля. Правильно я понимаю, если цена была длина максимально доставки по условному длина то она может больше, чем канцер. Максимальная длина цикла, здесь мы считаем количество циклов, да? Я просто маняю, что процесс по этому налогу. Максимальная длина цикла цикла услышали. Тогда он же к не больше маняю. К в каждом цикл вы можете представить, как он входит по второму раз. Когда возвращается, сход по рестуле. То вернулся не ту точку, в одной золок. Если вернемся опять у сходу точку, все конечит. Понят? Макс можно умножить на к, вроде так. Да. Получается так. это длина цикла так то есть да давайте посмотрим т1 это некоторые величины которые по фактор графу количество обходов особого типа и чуть позже про них скажу давай сначала константы посмотрим то есть к это во сколько раз расширяется c это длина цикла куб стоит над скобочкой он и на c стоит так и здесь соответственно тоже к то есть они почти отличается только на c в кубе 9 4 и еще появляется количество циклов которые от к уже не зависит этот c это длина циклов до дация фиксирована то есть она может быть там 4 6 или 8 дай т1 т2 часы расскажу тоже что такое а c не зависит да c не зависит ну вот у нас ты зависит как раз от графа же да еще не определил так так хорошо давайте например вот рассматриваем этот расширенный граф и вот если в фактор графе был цикл длины 4 ситуацию то есть что это означает у нас по этому ребру происходит сдвиг и на некоторую константу вот так раз тут почему хотела то есть давайте просто некоторую константу например и тут видим в один а то есть в один это насколько сбегается это вот как раз то число от эмоли до к минус 1 вот здесь у нас у этого ребра b2 b3 и b4 вот утверждает утверждается что в расширенном графе цикла длины 4 будет тогда только тогда когда b1 минус b2 b3 минус b4 равно 0 это условие чего да да то есть у нас было здесь сдвиг на насколько то потом здесь на сколько то и этот сдвиг в итоге должен вернуться обратно это условие чего условие это условие того что да на этих вершинах будет цикл длины 4 вот она по модулю к модулю к равна да да хорошо то есть если это выполнено то у нас будет к циклов к циклов длины 4 вот хорошо вот вот такие вот обходы которые дают цикл c в фактор графе вот они можно сказать что вот в это есть т2 содержится хотя бы что приблизительно можно произнести что такое т2g чему это будет так хорошо количество вот таких вот обходов то есть вас в каком случае в накрывающем графе может быть цикл длины c то есть вот один случай вот я описала когда было цикл длины c в фактор графе и вот так и совпало нет это соответствует вот этой величины так хорошо и вот так хорошо тут надо полно просто классификацию путей вводить это нам не нужно хорошо либо приблизительно какого характера это величина по-русски описать сначала приблизительно так приблизительно это все циклы то есть у нас можно заметить что вот если вот эта штука дает к делить на 2 по модулю к то у нас здесь будут циклы длины 8 поэтому цикл длины c может также рождаться из некоторого цикла длины c делить на 2 в фактор графе вот в этой т2g учтены некоторых способов рождения циклов длины c из вот таких вот специальных под графов можно учить да вот тут надо понять что вот эта величина не зависит от к поэтому при достаточно большом к она будет маленькая то есть поэтому наиболее понятно наиболее опасные представляет себя циклы которые вот типа т1 вот про них я смогу конкретно сказать что они себя представляет это так называемые неустранимые циклы вот вот рассмотрим рассмотрю такой пример и если фактор граф содержит вот такую подматрицу вот да то есть я сейчас нарисую что это означает вот если внимательно посмотрите то в этом графе существует такой обход всего графа в каждой вершине мы побываем по два раза и по каждому ребру пройдем туда и обратно вот то есть это будет означать что когда мы распишись распишем такую знак переменную сумму у нас каждая б пойдет как с знаком плюс так с знаком минус вот понятно вот то есть означает что этот граф неустранимый этот цикл неустранимый поэтому он с мультипликатор молока входит то есть какую постановку не возьми все равно чтобы пройдет цикл значит ты один от же это количество вот таких вот вот графов в нашем графе что да это да то есть количество таких обходов что можно обойти все вершине в каждом бывает два раза и каждый ребро пасти два раза в обратной стороны так хорошо вот то есть вот такое утверждение так давно опубликовано в 2018 году вот так же там есть верхняя граница на дисперсию вот если говорить уже о кодовых словах вот о другой структуре тут про нее совсем нет никаких результатов подобных то есть в итоге нас интересует построение кодов у которого минимальная длина цикла как можно меньше куда мы выберем черном случайно нарисуем и будем надеяться что у нас все короткие так так как я понимаю если у нас есть какие-то оценки может быть кто-нибудь тоже там может быть алексей судокладчик нам что-нибудь прокомментирует по этому поводу так то тоже алексей да вот у нас тоже возник некоторые так сказать общий что ли вопрос о целях и средствах да вот задачу оценки мат ожидания количество циклов в этом самом графе в этом графе жека мы говорится поняли прочувствовали так сказать увидели какие-то оценки вот мы хотим понять теперь что нам даст наличие таких оценок ну допустим мы как-то поняли и оценили эту величину значит и что с того как вы это будете использовать так сказать на практике как-то то есть мы хотим построить хороший протограф а вот как и сказать что он хороший мы варьируем протограф случайным образом гигантский с малым количеством циклов и раскрасили его черные белые цвета вершины так это проще чем какие-то протографы, перестановки. Это с точки зрения удобности реализации. Почему у вас какое-то двухдатное построение? Потому что, конечно, можно создать большую графу и попытаться построить большую большую графу. Но как потом его создать в памяти компьютера или реализовать микросхемы? И как, как называть, удобно реализовать этот самый процесс декодирования? Это большой вопрос. А вот когда у нас есть вот такой вот этап мы построили граф. То есть сначала у нас маленький фотограф, что у нас будет? Это все равно, что мы взяли много-много копий маленького графа. Ну, там чуть-чуть перепутали ребра между ними. Но, тем не менее, у нас сам граф состоит в виде множества копий маленького фотографа. И тогда реализация. Мы, соответственно, реализуем этот самый маленький фотограф. И декодирование осуществляем вот с копией. С копией этого самого фотографа параллельно. Отнимируясь информацией. Это очень удобно и помогает, как сейчас им так говорить, распараллеливать процесс декодирования. Диктует производственные технологии. Да. Ну, нет, не обязательно такой, но нам нужна какая-то маленькая просто. Понятно, вот под структура в этом большом, хорошем графе для циклов, чтобы было как-то возможно и считать. Ну, да. Да. Окей. Я бы хотел, чтобы, например, чтобы Т1 было как можно меньше или нет? Чтобы что было? Чтобы Т1 было как можно меньше. Ну, в целом, да, в целом мы вот сейчас, когда строим, мы примерно так и делаем. Мы смотрим, чтобы Т1 было как можно меньше. Вот. Но у нас есть еще опасная структура другого типа кодовые слова, вот как раз о которых задача нерешенная об оценке мат ожидания. Ну, то есть даже оценок нет. Не то, что там точно, там какого-то выражения, а просто нет никаких оценок. Да, не была. То есть мы считаем, что проблема циклов как-то более-менее решена. То есть мы у себя, когда строим код, мы действительно это согласны с тем, что вот минимизация Т1, она улучшает итоговый код. То есть если у вас в портографе вообще нет циклов, это дерево изначально, то у вас это не будет циклов, нет? После его раздутия. Так. Да, наносите отображение каждого цикла. Они не смогут добыть. Они не смогут добыть. Они не смогут добыть на... Да, это верно. Вот если сделать дерево, то итеративный процесс декодирования работать не будет. Не будет. Да, да. То есть мы оптимизируем по двум параметрам. То есть скачала... Да, мы можем придумать, но это не хороший. Ну если... Да, если придумаете, это будет прорыв в области. Мы независимо от каких-то переменами, и мы можем по этому тему пройти и путаться, но как бы... Мы придумаем показать, но не... Относили принять, а так один, а другой. Поэтому нам поставили задачу не оптимизации чего-то, а решение как бы общего вопроса, посчитать мат-ожидание там чего-то, для произвольных совершенно графов, да? Мало ли какие там могут быть такие фотографии. Деревья нас не интересуют вообще. Да. Ну да. Ну, понятно. Видно, что здесь можно много-много пытаться как-то вариантов этой задачи, как бы осмысленных, где можно что-то оптимизировать, ставить. Но для этого нужны, как говорится... Так, ну, еще тоже вот как задача... На самом деле, куча ограничений, про которые мы просто ничего не говорили. И когда мы к этому предлагаем, то тренируем. Да, это верно. Бывает. Да, поэтому, как бы, да, задача... Но с точки зрения математики, она довольно четкая вот данный фактор-граф, и надо предсказать поведение, количество циклов. Да, это мы поняли, да? Да. И надо сказать, что можно стать успехом этого доклада, что мы поняли вот формировку этой задачи. Так, хорошо. Вообще, мы время наше официальное исчерпали. Ага. Нас никто, конечно, не заставляет... Так, хорошо. Разбегаться прямо сейчас, но... А, ну, ты еще, может быть, коротко, две минуты вот про, что тоже вот с кодовыми словами. То есть, как я здесь показал, вот бывают неустранимые циклы, и тоже вот опубликована полная классификация. Какие-то структуры должны быть и на фактор-графе, чтобы вот такие неустранимые. А вот про кодовые слова тоже ничего нет. То есть, мы вот один пример и знаем из своего опыта. Кодовые слова еще не были, правильно? Да, мы пока не понимаем, что такое кодовые слова. Не-не-не, я вот, когда вот рисовал два типа опасных структур, вот один из типа был циклов. Короткие циклы были называли? Да, короткие циклы. Второй это было вот кодовое слово. Кодовые слова, получается, маленького веса. Кодовое множество, которое там чего-то там... Четное число ребер выходило там. Да. Да, вот пример... Знаешь, как шутка, потому что если я сделал черное число ребер, то результат впечатлений будет правильный. Да. То есть, второй вопрос, который вы нам сказали, что пока нет никаких оценок, это если рассматривать теперь параметр какой-нибудь там M или там N кодовое слово, да? Которое равно количество вот таких вот опасных кодовых слов, да? Да. Вот в этом графе ЖК при той же самой процедуре раздутия, так сказать, при таком же... Да, то есть, тут была константа оси, длина цикла, а здесь будет константа W, это количество битов в кодом слое. В кодом слое. Ну, то есть, как мы, например, можем дать как типичная матрица H, которые вот хорошо себя ведут на итеративных процессах декодирования. То есть, вот несколько другими техниками можно оценивать. Вот. Ну, в целом, вот вопрос открытый просто для произвольной... Понятно, что, то есть, вот эти проблемы, они объяснили. То есть, поскольку там все вот это вот такое четкое и не декодировало, мы видим, что это действительно должно быть проблемой. Но верно ли, что граф у него другой проблем, он прекрасно будет работать в декоде, этого никто не знает. А вот полимеры, например, каких-то графов, которые уже прекрасно работают, они, как бы, они были получены каким-то другим образом и... Скорее, что так и не были получены. А, нет. То есть, вот, да? Вы можем? Алексей, мы можем сказать... То есть, есть конкретные полимеры графов, в которых, в частности, на таких проблем нет, и которые работают. Значит, можно быть, другие проблемы не несущества? Для начала вопроса. ЛТПС-графы, которые вот в беспроводной связи, опять же, они же опубликованы, да? Опубликованы, да. Вот что про них можно сказать? Они, суть, основанная протограмма. В них очень много циклов. Ага, они плохие? Они... Да. Не, он как... Довольно хороший, но циклов в них много. То есть, их можно улучшать. Да. Вот эти товарищи, вот Алексей, в частности, участвовал в гипотизации тех самых графов, которые приняты... В качестве стандарта. В качестве стандарта. В качестве стандарта. Правда, больше не ЛТПС, а другими графами. Но, в том числе, участвуют. Да. Ну, то есть, вот, про пиджи, что можно сказать? Там нет циклов длины 4, а цикла длины 6 уже есть. А вообще ситуация такая, что найденный какой-нибудь супер хорошей граф, да? Он является вообще коммерческой тайной, номер 1 и, как говорится, его никому не сообщают. Да, в том числе, вот. В стандарте, что? В стандарте, что такое такое? В стандарте? Ну, вот, существует, да, еще некоторые вещи, которые не публикуются, вот они не только внутри компания. в стандарте полностью и фото графа и как реализуется случайной величины секретом для опять же алгоритмы декодирования а вот вот еще да также вот есть настройки например надо вай-фай над bluetooth а вот допустимого bluetooth у apple есть bluetooth настройка что устройство apple как между собой общается там они скорее возможно из своих кода используется в числе которые вот и мы уже не знаем некоторые не опубликованы а если разные устройства они будут общаться по стандарту но они не такие плохие то есть они довольно хорошие нового в том смысле что можно сделать лучше но сонная связь она вся на свой стандарте золото не возможно иначе мы бы не могли бы то есть как понимаете например что сети например российские строятся из оборудования всех вендоров где-то в api где-то nokia где-то ericson значит вы едете в комбинировку в пусс и там у вас ничего не работает ну то есть в москве допустим да и там где ну вот так нельзя я просто лучше работать если человек нашел, купил квартиру, рядом стоящий, не будет стоять, не будет стоять, не будет стоять а ты лучше используется конечно нет ну мы немножко пришли отец я что, почему я с вами говорю? что это про публичная информация, есть какие-то программы, можно посмотреть и можно заключить что-то, вот что мы там могли бы увидеть на примере этих фотографий ну вот чтобы много циклов надо сказать так? да а что с этими кодовыми словами? тоже будет? вот с кодовыми словами все сложнее их даже просто в графе сложно посчитать минимальную длину кодового, минимальный вес кодового слова сложно посчитать вот найти вот это кодовое слово там что ли? ну то есть его надо найти, то есть если оно длины, например, веса 40, то это надо как 40 бит из 10000 выбрать цеза нет, ну, даже клику в графике то есть вот задача вообще, найти твое слово, оно гораздо больше цикл твое слово трудности, чем найти цикл да то есть цикл в графе да то есть ты можешь ожидать найти, если там уже цикл длинный кодов да не, ну это как или цикл длинный кодовое слово то есть любые исследования в области и театического описания, и алгоритмического описания перебора всех кодовых слов были бы интересны? да, это верно а есть какие-нибудь сложностные результаты, типа подробности поиска этих кодовых слов? ну, что-то-то точка есть, то есть много публикуется, но я не скажу, что есть какие-то прям хорошие результаты, которые можно прям взять и готовый алгоритм, чтобы это использовать то есть вообще, конечно, да, линейные коды это такой стандартные курсы, то есть всем известно, как найти кодовое расстояние, то есть математически чему равно то есть максимальное количество линейных независимых столбцов проверчивая матрица вот, как его найти в конкретно фиксированной матрице нет нормальных методик понятно, интересно ну, да, да, есть такие, то есть, например, алгоритм максимального правдоподобия то есть, что такое, вот у нас есть вероятность для каждого бита, и таким образом для каждого кода слова мы можем посчитать вероятность, с какой вероятностью оно было передано вот мы можем все коды слова перебрать и определить наиболее вероятное я просто скажу, что когда для тачи стандартных курсов и инвестируем тачих циклов, то тщательно фиксируем алгоритм там, 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 занял алгоритм да, а в общем, это более простой но это из-за итеративного декодирования цикла для всех плохи потому что оно, вот просто мы пересылаем сообщения, какие бы они ни были, то есть в какой-то момент у нас зависимость появляется в сообщении так, ладно, ну, хорошо, наверное, надо спросить наших слушателей в зуме, как, есть ли вопросы или какие-то, так сказать, замечания или, или что-то еще, какие-то реакции на то, что мы здесь услышали вот спасибо да, вот Владимир Хохлов, пожалуйста, поднял руку если вы хотите спросить, спрашивайте спасибо у меня слышно хорошо? ну, нормально хорошо хорошо значит, в нашем институте задачная связанность с изучением случайных карт привлекали большое внимание в начале 90-х годов значит, пытались исследовать мыholes книга на случайных картах вот на случайных картах а в данных картах не занимался всём заниматься проходим значит, основная техника это косметика как раз в период скрывается скорее там связывается красные на случайные они разные бывают они бывают над скрываем они бывают над гудцем Основная часть этих ребятов носит такой характер, что имеется некая критическая точка, по мере того, как выбирается количество струк, здесь это связано с параллельным тропом, возникает параллельный эффект. То, что называем мы опасными, опасными оборами, вот, золотой вопрос, как я очень хорошо слышно. Опасными структурами, по-моему, это было названо. Да, у нас называется литератически ненаборная эта теория. Вы не пытались соотнести результаты, которые вставили в этой книге, с теми задачами, которые возникли сейчас у вас. Очень хорошо. А можете написать в чат ссылку на этот источник, чтобы потом докладчик может посмотреть, если он будет… Хорошо, спасибо. Ну, мы же записываем. Спасибо. То есть, вообще, вот просто по случаем графам, по разным моделям о числе циклов, это уже довольно исследованная задача. Разумеется, да, выглядит как то, что здесь, как говорится, это разные варианты в разных областях подобного типа задач могут быть важны. Но здесь, конечно, вот специфика этой интересной конструкции расширения, которая, конечно, так математически не особо мотивирована, но зато, очевидно, мотивирована, как говорится, производственными соображениями. Да, как мы поняли, вряд ли прям буквально эта задача где-нибудь так у теоретиков возникала. Но, тем не менее, значит, вот в любом случае, мне кажется, надо поблагодарить докладчика за мужество и стойкость, как говорится, и за попытку до нас донести что-то интересное. По-моему, было интересно, большое спасибо. А, что докладчик? Да, Алексей. Да, да. Ага. Вы хотите что-то сказать или... Спасибо, я хотел сказать, я услышал, что Дмитрий меня упомянул, с удовольствием еще. К сожалению, в зале очень хорошо вас слышит. То есть вот вас и Владислава хорошо слышит, а вот в зале... Да, у нас немножко здесь с акустикой плоховато. Может быть, мы переберемся в другое помещение, где с этим будет получше. Может быть, мы как-то еще попробуем эту проблему решать. Но, тем не менее, да. Значит... Ну, вот мы у нас в центре Повальского москрия активно работаем с конструкциями, на графах, вы рады с математическими задачами, с этими, с этими и другими связанными с мотивацией по дальнейшим обобщениям. Вот и очень рады... Спасибо. Ну, тут некоторые замечания были тоже в чате в виде вопросов, и на них тут же кто-то дал ответ. Вот. Насколько должен быть большим обхват графа, чтобы обеспечить достаточно хорошее декодирование? Вот. Ответ Гаева, Владимир, зависит от требований. Обычно хватает 8-10. Вот. Так что, наверное, специалисты, как говорится, знают... Как говорится, друг с другом. И знают конкретные цифры, которые здесь, как говорится, важны. А вообще, конкретные цифры по размеру вот этого графа ЖК... Вы сказали, что это порядка 10 тысяч, там что-то в таком духе, да, вершина? Что-то в таком духе, да. Понятно. Ну, ладно, давайте поблагодарим докладчика. Спасибо.